И первый вопрос, что означает «Кивс» в названии вашей команды? Клуб игровых видов спорта. Клуб игровых видов. Место, занимаемое вашей командой, это закономерность. И какие цели ставились перед командой в начале сезона? В начале сезона ставили цели сыграть как можно достойнее в течение сезона, чтобы точно выйти в плей-офф и желательно как можно с более высокой строчкой в таблице. Но, как можно сейчас заметить, в его состоянии не совсем удалось, поскольку и состав был новый в этом сезоне, и сыгрывались долго. Ну, иногда вот в сегодняшней игре что-то расслабляемся. Как вы считаете, судьи предвзяты относятся к вашей команде? И если да, то почему? Ну, возможно, я бы несколько месяцев назад ответил все несколько по-другому, но я подумал так, вот все люди, как бы, и говорить, что кто-то конкретно относится к предвзяты, наверное, будет все-таки глупо. Хотя, бывают такие игры, когда кажется, что да. Может быть, это какие-то наставления или еще как-то. Ну, может быть, люди просто устают, ну, все какие-то работы есть. Ну, наверное, кто-то очень не спалит. Кто победит в этом году в дивизионе «Б» и удастся ли второй команде дивизиона «Б» обыграть команду «Зигмунд Тунш» и «Штайн» за место в дивизионе «А»? Ну, не знаю, баскетбол игра не предсказуемая, покажем. Решение департамента и ГСК МБЛ в отношении дисквалификации игроков вашей команды в начале сезона до условий с победливым? Сложно сказать, я не присутствовал на сезоне комиссии. Те люди, которые принимали решение дисквалификации, думаю, тоже не присутствовали при самом интсиденции. Сколько раз в неделю тренируется ваша команда и как проходит тренировка? У нас три дня в неделю, ну, точнее, три дня в неделю в них зал. Если нету игры, то мы тренируемся три раза в неделю, если есть игра, получается, два раза в неделю. Тренировки происходят, опять же, в зависимости от того, какой график. Если в ближайшее время игра, то это может быть или бросковая тренировка, или в легком темпе, там, бегаем, отрабатываем какие-то комбинации. Ну, бывают и полноценные тренировки с развитием физической силы и комбинацией, все прочее. Андрей Калитаев, строгий тренер? И всегда ли вы согласны со своими решениями? Я могу быть с ним когда-то не согласен, но свое несогласие могу выглядеть только вне площадки. То есть, как-то так сложилось, что, мне кажется, тренер, когда он находится в моменте игры, он должен быть всегда прав. То есть, его в ней должно быть неоспоримым, если даже тишина не согласен. Андрей иногда строгий, например, когда мы сами подводим, допустим, себя или команду в целом. Ну, это оправданная строгость. А в остальном у нас выжившие отношения к команде. Опишите игру вашей команде тремя словами. Тремя словами? Наверное, скорость, непредсказуемость. Ну, и без Кайбуды, наверное, опасок. Чего не хватает МВЛ и что в нем не так? И чему стоит уделить внимание руководству? Не хватает МВЛ точно залов. Ну, как, даже не МВЛ, а вообще любительского баскетбола. Потому что это тяжелый момент для, ну, каждого игрока. То есть, мы там сами скидываемся, там каждый месяц деньгами что-то хватало. Там у нас люди на столик, на зал. И иногда, как, например, в последние 4 дня, когда выяснилось, что до 25-го февраля нужно сыграть все игры. У нас получилось в 5 дней 4 игры. Довольно-таки тяжело было найти залы. И как-то физически приготовиться. Хотелось бы, чтобы регламент как-то был, не знаю, возможно, доступнее. Потому что я смотрел на сайте, нигде нет даже регламента. То есть, сложно, допустим, оценить вообще, как будет происходить дальше чемпионат в 18. Там, в середине, где. Нужна ли комбинация в любительском баскетболе? Абсолютно точно да. И последний вопрос. Ваши пожелания нашим зрителям? Не знаю. Пусть будут просто счастливыми с дороги. И больше улыбаться сейчас в такое время, что несколько тяжело все. Позитива больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!